Сегодня утром в Ульяновском областном суде прошло первое заседание по громкому уголовному делу о реабилитации нацизма. Юбилейный год Великой Победы 22-летний Вячеслав Круглов на сайте Бессмертного полка разместил фотографии Адольфа Гитлера. В мае Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении группы лиц из Перми, Самары, Волгограда и Ульяновска. Молодые люди аналогичным образом решили дополнить ленту онлайн-акции с портретами героев Великой Отечественной. После задержания Ульяновец назвал это шуткой. Не до смеха оказалось уже в зале суда. Вячеслав Круглов под медицинской маской прячет лицо от телекамер, при этом свою вину подсудимый признал в полном объеме. Он вину свою признавал в полном объеме с самого начала предварительного следствия и заявил ходатайство о рассмотрении его дела в особом порядке судебного разбирательства, то есть без исследования доказательств. Обвинение поддержало позицию защиты о проведении заседания в особом режиме. Однако суд после получасового перерыва озвучил свое постановление. Поскольку по данному уголовному делу необходимо проверить, что обвинение, с которым согласился подсудимый, является обоснованным и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, что возможно лишь в ходе судебного разбирательства в условиях состязательного судебного процесса в общем порядке. Уже после заседания характеристику своему подзащитному дал адвокат Вячеслава Круглова. Я обратил внимание на склад его ума, поскольку на вопросы следователя относительно членов своей семьи, номеров телефонов, то есть человек, который помнит все. Видимо, забыл молодой человек лишь то, чему несколько лет его учили в военно-патриотическом клубе. По словам адвоката, у Круглова даже имеются благодарственные письма. Вспомнить, что такое патриотизм подсудимому предстоит 24 августа. На этот день назначено следующее судебное заседание. До этого времени молодой человек останется под подпиской о невыезде. Спасибо за просмотр!